Российско-китайская дружба. Фокинские творческие коллективы побывали на нескольких музыкальных фестивалях, которые проходили в Китае. На фестивале артисты получили возможность выступить на международном уровне и, конечно же, получить бесценный опыт обмена восточной и славянской культурой. Все подробности вы узнаете далее из сюжета, который выходит в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». Дзиси, Суйхуньфе, Муданзянь – и это еще не весь список городов Китайской Народной Республики, которые посетили наши фокинские творческие коллективы в этом году. Совсем недавно ученики духового отделения детской школы искусств города Фокина побывали на 9-м международном фестивале конкурса детского и юношеского творчества «Времена года» в городе Суйхуньфе. Принять участие в этом творческом фестивале вдохновило и сподвигло детей руководителя ансамбля духовых инструментов «Ангелы» Яна Бутузова. После долгой и плодотворной работы она приняла решение познакомить детей с другой культурой, обменяться музыкальным опытом с другими детьми. Впечатлений, конечно, очень много. Первый раз международный конкурс – это все-таки показатель. И мы долго шли к этой цели, очень долго готовились. И все-таки это свершилось. Поехали первый раз в город Суйхуньхе. Очень понравилось, конечно. Масса впечатлений. Международный конкурс, он и предполагает, конечно, и серьезную подготовку, и финансовую, и моральную, и материальную. Поэтому хотелось бы выразить тоже благодарность и родителям, которые смогли поехать, помочь с детками. В своей возрастной категории младший ансамбль «Ангелы» духового отделения на фестивале получили лауреата третьей степени. Юные блокфлейтисты старались исполнить свои номера как можно лучше и чище, словно понимая, что здесь они представляют не только свой ансамбль, но и свою страну. Ребята у нас, младшая группа поехала, это блокфлейта, так называемый, первоначальный самый инструмент. И заняли третьей степени, лауреаты третьей степени. Я считаю, что это достойное место, потому что лауреатство – это первое, второе, третье место – это призовые места. Получили, каждый получил награду, каждый получил диплом шикарный. Ну и впечатление, конечно, от самого города, от проживания, от восточной культуры китайской. Это мы все увидели своими глазами и впечатлились, конечно, очень. И я сама тоже. Сразу новые планы, новые надежды. Очень интересно, особенно понравился гала-концерт, где мы смогли увидеть лучшие номера китайских ребят, китайской народной республики. Присутствовал мэр города, выступали дети. Очень красиво печали детки. Смотря на детей во время выступления, во время проигрывания, конечно, у детей ротики как открылись, так и не закрылись, по-моему, к концу. Впереди у ребят новый учебный год, множество планов, которые их талантливый и серьезный руководитель успешно воплощает. Она помогает всем своим ученикам обрести гармонию с музыкой. И главное – учить их любить этот творческий музыкальный мир. Еще одна талантливая ученица нашей детской школы искусств привезла в копилку достижений еще одну награду. Это Ксения Фололеева, ученица отделения фортепиано. По приглашению организатора фестиваля из города Находка, Ксения отправилась на конкурс-фестиваль «Искусство без границ» в город Муданцзянь, где завоевала лауреата первой степени в номинации «Сольное исполнение фортепиано». Каждый год фестивали в Китае собирают творческие коллективы из разных городов, как России, так и Китая. Эти фестивали ставят перед собой определенные цели. Популяризация российского творчества за рубежом, укрепление творческих, культурных и дружественных связей между Россией и Китаем, а также знакомство с историей, традициями и достопримечательностями Китая. Организаторы приглашают к участию хореографические ансамбли вокалистов, музыкантов. Настоящий фурор в городе Цзиси произвели наши заслуженные вокалисты, народный хор «Казачья воля» и заслуженный вокальный ансамбль «Свой стиль». Поехать принять участие в фестивале вокального искусства пригласила их Татьяна Ткаченко, которая услышала их на конкурсе в городе Владивостоке. Как мы очутились на этом прекрасном фестивале? Мы были на рождественском вечере, Шедрый вечер называется, Татьяна Ткаченко, это Центр украинской культуры Анатолия Крылья во Владивостоке. И там женщина, которая пришла смотреть концерт, ей очень мы понравились. А оказывается, это организатор вот этих всех фестивалей. Свой стиль, конечно, показал украинские, две украинские песни. И, кстати, украинских песен было очень много. У нас экипаж выступал с находки, это наши рядышком, близко. И русско-украинская культура была в Китае. Так мы показали на этом фестивале две песни казачьи, на ура все прошло, и две песни украинских. Участие в фестивале – это хороший шанс показать свое национальное искусство на международном уровне и обменяться опытом с коллегами. Кроме того, это прекрасная возможность ознакомиться с двумя народами, с их культурой и искусством. Нету каких-то языкового барьеру между творческими людьми. То есть все было на жестах. Мы друг друга понимали. И когда уже, так сказать, наша русская песня полилась, веселуха, свой стиль вышел весь. Я с китайцами, китайцы повытаскивали всех наших этих зрителей и плясали с ними все песни, весь концерт был в пляске. И, конечно, поразило то, что если у нас уже человек за 60 его не очень воспринимает на сцене, то там все было наоборот. Вот пожилые китайцы, они танцевали. Мужчины показывали танцы, женщины танцы. Конечно, поехать полным составом наших вокалистов не получилось. Но это не помешало им выступить достойно и покорить сердца китайских зрителей. Совместно ихние все хоры собрались. И вот они сначала пели на китайском, Катюшу. Вот два куплета. А потом мы все вместе, все участники и весь зал. «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой». Китайцы были в восторге, потому что у нас танцы другие, у них медленные, у них танцы плавные, у них нет такого, как у нас, задора. Мы должны соседей узнавать, и поэтому такие фестивали, они должны жить. Должны. Помимо выступлений всех участников каждого фестиваля ждала обширная программа. В перерывах между выступлениями они посещали различные экскурсии. Подобные фестивали важны не только для укрепления российско-китайских отношений, но и для развития культуры обеих стран. Каждая нация обладает собственной культурой, способностью обогатить все народы. Она должна поддерживать огонь в своем светильнике разума, чтобы вместе со всеми другими нациями освещать мир. Все обнажено, речка и закат, серебра теченье. Субтитры создавал DimaTorzok